Девушки отдыхают 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 Аминь А кто-то проходил трудности У кого-то был он Очень Такой трудный И человек Наверное ждал И говорил Скорее бы этот год Закончился И вот есть надежда Начнется Новый этап Моей жизни И наверное там Что-то изменится Но знаете Что я хочу сказать Каким бы год Не был Трудным Или благословенным Мы всегда должны Благодарить Господа За все Да И я хотел бы Чтобы прямо сейчас Мы дали ему 30 минут Хорошей хвалы Дайте ему Встаньте может быть Поблагодарите Господа Дайте ему 30 30 секунд Ошибаясь 30 минут Да Дайте ему Хорошую хвалу Да 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 Аллилуйя О Благодарим тебя Иисус Благодарим тебя Иисус Аллилуйя Аллилуйя Да 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 Слава тебе Господь Аллилуйя Друзья Повернись Своему соседу И скажи ему Что бы не было В уходящем году За все Благодари Господа За все Благодари Господа Присаживайтесь Это самое Правильное Состояние Быть Благодарным Быть Благодарным Во все Времена Во всякие Моменты Своей Жизни Быть Благодарным Господу Знаете Если бы Вот так Вот Мне бы Сказали Вот какое Собрание Ты бы Провел Последнее В году Я бы Сказал Собрание Благодарности Вот я Сегодня Не буду Такое Проводить Но Если Правильно Вот надо Провести Собрание Благодарности И Наверное На следующий Год Мы это Сделаем Вот Просто Собрать Свидетельство И Просто Собрать Слова Благодарности И провести Полное Собрание Без Проповеди Может быть Благодаря Господа Хваляя Его Давая Ему Аплодисменты Воспевать Ему Псалмы Потому что Он Достоин Этого Друзья Не знаю Какой Год Там Будет У Китайцев Год Свиньи Или Год Крысы Или Не знаю Какой Там Год Будет Для меня Всегда Год Иисуса Христа Друзья Я Всегда Надеюсь На Иисуса Христа Я Не надеюсь На Новый Год Который Грядет На Это Время Которые Придут Они Придут Дни Такие Же Как и В прошлом Году Вот Посмотрите Ничего Не Изменится Будет Январь За Январем Будет Февраль За Февралем Будет О Видите Ничего Не Изменится Друзья И я вам Еще Больше Скажу Будет И Понедельник Будет И Вторник И я Скажу Что Больше И Больше Скажу Что Все Вы Начинать Будете С Понедельника Опять Спортом Заниматься Начнете С Понедельника В церковь На молитву С утра Ходить Начнете С Понедельника Не Пропускать Собрание Тоже Начнете С Понедельника Все Будет С Понедельника Ничего Не Изменится Друзья, вот следующий год Он будет такой же, как уходящий Ничего, вот по дням, по времени Солнце будет так же вставать И на закат уходить, все будет так же Может быть погода будет чуть другая Но знаете Надо надеяться на Иисуса Он наша надежда Он наше упование И Писание говорит, те, кто надеются на Него Они не будут постыжены Они обновятся в силе Поднимут крылья, как Орлы, воспарят Пойдут и не устанут Потекут и не утомятся Потому что и юноши, сказано, ослабевают Но те, кто надеются На Господа, проходят И 2019, и 2020 И 2021 И дальше, и дальше, и дальше Поэтому всегда надейтесь На Господа и будьте Ему Благодарны Давайте помолимся и пойдем в кафе Все так обрадовались Тем более Геннадий обещал угощать там кофе А, сейчас его будете угощать Хорошо, слава Господу Если коротко подвести итоги Итоги 2019 года То он для нас, как для церкви Был очень благословенным, друзья Мы провозгласили уходящий год Годом, что реки живой воды потекут Годом жатвы И мы на самом деле увидели То, что действительно реки живой воды текли Люди исцелялись И есть чудеса исцеления Мы видели, как церковь прибавляла числом и качеством В этом году мы приобрели два помещения, друзья Мы потратили больше 30 миллионов Это нереально Это нереально, понимаете У нас не было этого Сегодня, вы видите Мы уже что-то начинаем делать Нам много надо будет сделать По реконструкции этих помещений Видите, мы уже вешаем вентиляцию Для того, чтобы было комфортно Чтобы не было жарко Чтобы можно было спокойно дышать Чтобы нам было хорошо Не как в пустыне, когда Иисус на горную проповедь говорил Вот Сейчас народ другой уже Мы хотим комфорта И мы будем делать Мы хотим повесить сюда большой светодиодный экран Чтобы он у нас был Это много стоит, друзья Но мы хотим это делать Мы хотим переоборудовать это здание Пригласить дизайнеров Чтобы они посмотрели Может быть здесь ковровые покрытия Постелим И теперь тогда точно Геннадий не зайдет с кофем сюда Вообще не вариант Может быть и мы будем по онлайн смотреть А церковь законсервируем, да? Нет, друзья Мы это делаем для того, чтобы Иисус прославлялся Я верю, что у церкви должно быть все самое лучшее Все самое современное Но послание должно оставаться неизменным Аллилуйя, друзья И мы будем это делать И мы будем делать так, чтобы Когда ты войдешь в этот зал Ты сказал Аллилуйя, слава Господи Знаете, вот так вот сказал Вау, слава тебе Господи Невольно даже произнес Потому что сегодня мы видим в мире все самое лучшее А церкви, ну, на тебе Боже Это не про нас, друзья, вообще Знаете, что такое Когда пятитысячная купюра встретилась С десятирублевой купюрой И пятитысячная такая хрустящая, новая, отглаженная А десятирублевая вся помятая Порванная И они спрашивают друг друга Ну как дела? И десятирублевая говорит Да, все не так уж и хорошо А где ты обитаешь? Да все по церквям, да по церквям, говорит По жертвенникам и по жертвенникам А у тебя как дела у пятитысячной? А у меня все хорошо А ты где? А я все, говорит, по кошелькам и по кошелькам Понимаете, вот у нас не так, друзья У нас все по-другому Мы все будем делать Самый лучший для Господа Аллилуйя И Бог будет располагать наши сердца В этом году, что меня радует Мы крестили 50 человек 50 человек новых мы крестили Которые через то, что приняли крещение Они присовокупились к церкви Стали частью Вселенской церкви Частью Поместной церкви Это радует Это показывает наш рост, да? Мы подсчитали Через церковь в этом году Вот новых людей Новых людей Прошло больше 280 человек За этот год 280 человек новых людей Эти, которые вышли сюда И сказали молитву покаяния Но из них только 50 крестили Понимаете, как мы вот Не дорабатываем и не удерживаем этих людей Но 280 человек Это, ну, как наша церковь Это вот Мы в два раза То есть Увеличили число людей Которые приняли покаяние Вот, ну, это наша Ваша заслуга, друзья Это ваш труд Это ваша Евангелизация И слава Богу за это Давайте Поаплодируем Сами себе У нас в этом году Много социальных проектов Работал Многие даже не знают О том, чем мы занимаемся Но в церкви 20 служений, друзья 20 служений Можете представить 20 служений Которые трудятся постоянно И мы много трудимся в городе Некоторые мы даже не афишируем Что они церковные служения Но они трудятся И евангелизируют Мы помогаем и детям С ограниченными возможностями Мы помогаем больным Мы помогаем людям Попавшим в сложные Жизненные ситуации Наркозависимым Алкозависимым Бездомным И все это делаете вы, друзья И все это делается в церкви И порой мы думаем Ну, что, пришел на воскресное собрание И все Нет, друзья Церковь делает огромную работу в городе Благодаря вам Вы это делаете И я безмерно благодарен вам За то, что вы трудитесь в Боге Может быть, кто-то еще ничего не делает Присоединяйся Следующий год Есть год возможностей Присоединяйся Многие говорят, что это год Годом прорыва будет назван Все ждут прорыва Все ожидают Пророчеств много Я не знаю Где-то я согласен Но нам Бог четко дал слово На будущий год Который заключается в том Что мы должны заботиться друг о друге Для меня это самый большой прорыв Когда я увижу Что в церкви Все заботятся друг о друге Когда нет ни одного человека Который остался без внимания Друзья Вот это прорыв Это настоящий прорыв И знаешь что Ты не должен сидеть и думать Кто обо мне позаботится в этом году Потому что многие скажут Вау, классно Никто теперь внимания не обращался Сейчас начнется Все начнут на меня внимание обращать Нет Это вызов тебе Ты начни заботиться Ты начни действовать Ты начни что-то делать в этой церкви Чтобы ни один человек не остался без внимания Без заботы, друзья И вы увидите, как церковь будет возрастать И вы увидите, как еще больше мы достигнем пределов Которые Бог поставил перед нами Слава Господу этому Поэтому, друзья У нас хороший год впереди И более подробно о видении На следующий год я буду говорить 5 числа Поэтому приходите 5 числа больше, чем деньги будут раздавать А сегодня хорошее время Чтобы поблагодарить Господа Вот это собрание Поблагодарите Господа Когда вы пойдете после собрания Когда вы будете Новый год встречать Благодарите Господа Пусть все эти дни До 5 числа Вся эта неделя Она пройдет у нас Под знаком благодарения Господу Благодарите, благодарите, благодарите В молитвах не просите даже ничего Не молитесь ни о чем Просто благодарите После 5 числа начнем просить До 5 давайте благодарить А 5 числа Я буду говорить о видении Буду говорить о том Как мы его будем осуществлять Поэтому приходите сюда Это будет больше, чем раздача денег Потому что слово, которое получает человек Оно больше благословляет нас Чем даже финансы, которые мы получаем Финансы у нас можно украсть Слово никто никогда не украдет Если ты его не отдашь Дьявол пытается Но сказано, если ты противостанешь ему Он ничего не сможет сделать Поэтому пусть слово Бог будет раздавать 5 числа, которое благословит ваш год И которое благословит вас И самое главное Пусть это слово, которое благословит вас Сделает вас благословением для других Вот наша цель Стать благословением для других Не просто быть самому благословенным А стать благословением для других Это хочет Иисус, это хочет Господь. Халилюя. Аминь. И знаете, в конце года я хотел бы поговорить с вами на такую тему, как преодолевать трудности. Потому что я знаю, что нелегкий путь предстоит нам, и мы должны быть готовы к тем трудностям, к тем вызовам, которые жизнь нам посылает на наш жизненный путь. И христианство, друзья, оно не обещает нам беззаботной жизни. Утверждение, которое звучит следующим образом, «Приди ко Христу, и ваша жизнь станет беззаботной» или вообще проблем не станет, это неправильное утверждение, которое ничего не имеет общего с истиной. Я помню, что раньше так проповедовали. Говорили, ты знаешь, чтобы все твои проблемы решились, надо прийти ко Христу. И люди приходили ко Христу именно по этой причине. Но это не основная причина, друзья. И я тебе скажу больше, не все твои проблемы решатся, а наоборот, может быть, даже появится и больше проблем. Потому что Бог начнет с тобой разбираться, начнет разбираться с твоим характером. Ему не просто надо благословить тебя, ему надо изменить тебя. Это и есть самое настоящее благословение, которое мы упускаем. И иногда люди приходят обманутыми в церковь, потому что им обещали разрешение всех проблем. И они не видят разрешения этих проблем. Наоборот, пришел в церковь, у него проблемы начались на работе. Потому что мы начали, что работа была нечестной. И Бог хочет удалить эту работу от него. Или еще где-то в какой-то сфере начались проблемы. Потому что и начались. Бог хочет изменить эту сферу, поставить ее на истину, друзья, на истинный путь. Потому что Бог не благословляет корявое и нечестное. Он не благословляет. Он это убирает от нас. И закладывает новый фундамент, на котором Он тебя потом и благословляет. Фундамент истины, фундамент праведности, фундамент мира, шалома Его, фундамент радости Его. И тогда Бог к этому прикладывает еще больше и больше. И мы видим, что апостол Павел, когда поучает своих учеников, он говорит такие слова. «Многими», скажи «многими», второе слово не говори, «скорбями», тут не скажено «многими благословениями». Нам бы хотелось, чтобы именно так было. Многими благословениями надлежит нам войти в Царствие Божье. Я бы так хотел, чтобы так было написано. Но здесь Павел сказал, что «многими скорбями подлежит нам войти в Царствие Божье». И когда мы смотрим на саму жизнь апостола Павла, мы видим, сколько трудностей было в этой жизни. Он говорит, «трижды я молил Господа, чтобы он удалил жало из плоти». Но Бог сказал мне, «достаточно тебе благодати моей». Мы видим, как Павла побивали, гнали, в тюрьмы сажали, оклеветали его. Мы видим трудности, восстающие на Павла. И Павел говорит, что «многими скорбями вы войдете в Царствие Божье». Так оно и есть. Я смотрю на свою жизнь и не скажу, что моя жизнь состоит из одних благословений. Да, может быть, я не жалуюсь. Да, может быть, многие не знают, что происходит. Но это давление, которое ты испытываешь, оно всегда с тобой. Оно всегда с тобой. Потому что Бог хочет выдавить из тебя масло, масло, елей, который бы благословил других, который бы поддерживал тот свет, горящий в тебе. Не будет масла, не будет света, друзья. Не будет света, если не будет масла. И если твой светильник пуст без масла, не будет никакого света. Поэтому Бог и делает так, чтобы в нас было достаточно масла. Слава Богу, воздайте Ему хвалу. Друзья, и в жизни каждого из нас будут штормы. Некоторые штормы возникают по причине нашего безрассудства, нашей греховной жизни. Они сопряжены именно с нашим грехом. Когда мы грешим, мы попадаем в разные сложные, стесненные обстоятельства. Но некоторые штормы возникают по причине Бога в твоей жизни. Бог допускает этот шторм для того, чтобы укрепить твою веру. Для того, чтобы сделать эту веру драгоценнее. Что Бог так делает? Да, делает он. Иногда допускает трудности в твоей жизни, как я сказал, чтобы было масло. Но нам необходимо научиться преодолевать эти штормы, чтобы не утонуть в пучине жизни, друзья. Мы должны знать, как проходить трудности, которые возникают на нашем пути. И апостол Павел, когда наставляет своего ученика Тимофея, говорит ему о том, что желает видеть его в состоянии, от которого бы сам Павел имел радость. Он обращается к нему и говорит, я видел твои слезы, но я хочу видеть тебя в таком состоянии, чтобы у меня, у самого в сердце была радость. Потому что иногда ты смотришь на людей и видишь, как они с честью преодолевают трудности, выходя из них не поврежденными, а наоборот более укрепленными. Ты смотришь на этих людей и видишь в их сердце благодарность Господу, ты видишь в их сердце, что они оптимистично настроены, смотрят в будущее с оптимизмом. Их не пугают трудности, их не ломают трудности, они как будто закаляются в этих трудностях. И радость начинает наполнять твое сердце. Особенно тогда, когда ты повлиял на жизнь этого человека. Ты видишь, что этот человек не ноет, что он с достоинством преодолевает все препятствия, возникшие на его пути. А иногда, друзья, обратное. Ты смотришь на верующих людей, которые уже долго в Господе, которые, наверное, все знают. Они живут так, что замучили своим нытьем всех вокруг себя. Они живут так, что забыли, что такое радость. Ты посмотришь на их лицо, как у русских говорят, от их взгляда киснет молоко. Знаешь, посмотришь вот на это лицо и говоришь, ой, чур-чур-чур, не хочу. Не хочу. Бог сказал всегда радуйтесь, но это не про них. Они не услышали эти слова. Они не слышат их. Они всегда кислые. В кислоте ходят. Кислотные. И ты смотришь на них и думаешь, что случилось? Знаете, что человек выражает таким своим поведением и своим выражением лица? Он говорит этим самым. Бог ничего не способен сделать в моей жизни. Он ничего не может. Вы знаете, насколько у меня трудная ситуация? Если бы вы только знали, насколько моя ситуация трудная. Бог ничего не может сделать в моем случае. В вашем случае да, а в моем нет. И он ходит поэтому такой кислый. Если ты веришь во всемогущего Бога, послушай меня, что тебе грустить-то? Послушайте, что тебе грустить, если Бог всемогущий? И Павел, когда обращается к Тимофею, он говорит, я помню твои слезы. Я, Павел, который проходил всякие трудности, то не плакал. Я написал, что я научился жить и в скудости, и в изобилии. Я сказал, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я, Павел, сказал в тюрьме филиппийцам, радуйтесь. И еще говорю вам, радуйтесь. И я, когда вижу, Тимофей, твои слезы от каких-то проблем, я бы хотел тебе дать совет, Тимофей, и всем нам, чтобы такого больше не было. Чтобы, когда я видел тебя, радость наполняла мое сердце. Знаете, когда я вижу людей, которые с честью преодолевают всякие трудности, я так радуюсь. Я, как пастор, говорю, вот эти крепкие воины, которые стоят в истине. Что бы ни случилось в их жизни, они тверды, они не убегают сразу с корабля, с тонущего. Знаете, что они делают? Дыры латают. Некоторые бегут другой корабль искать, а эти дыры латают, паруса чинят, воду вычерпывают с трюмов. И ты говоришь, вот это да. А другие только вышли, а команды нет, разбежалась. Смотришь, они уже на другом корабле плывут, и тебе говорят, давай. Капитан последний покидает корабль, давай. Они тебя даже не подождали. Это как мы поехали в Томск. И нас с одного собрания на другое собрание. А со мной мои братья, я говорю всем, они меня поддерживают, они рядом со мной. Вот у нас стою на служении, на молодежном. Нет братьев. Думаю, где братья? Где? Нет братьев. Спускайся, они в столовой. За обедом доели все. Говорят, пастор. Посмотрели по столу. Что-то нашли покусанное. Говорят, это мы тебе оставили. Я говорю, подожди, братья, мы не кушать приехали. Говорят, стыдно, покаемся. Ну, вот так иногда бывает, и ты думаешь, подожди, не кушать же пришли. Служить пришли. Людей подкреплять пришли. Но, извини, война войной. Обед по распорядку. Слава Богу за братьев. Все равно они поддерживали. Они потом искупили свою вину. И вот апостол Павел, он дает рекомендации Тимофею. Он говорит следующее. Давайте прочитаем. Второе послание Тимофея. Первая глава. С третьего по седьмой стих. Он пишет так. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью. Желаю видеть Тебя, воспоминания о слезах Твоих, дабы мне исполнятся радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей, Лаиде и матери Твоей Евнике. Я уверен, что она и в Тебе. По сей причине напоминаю Тебе взгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия. И первое, что говорит здесь Павел, он говорит, я уверен, Тимофей, что в Тебе есть вера. Ибо без веры невозможно преодолеть никакие трудности. Вера это то, с чего начинается наше предстояние, друзья. Вера, друзья, это единственный, послушайте меня, единственный канал, который соединяет нас с Богом, способным укрепить нас в наших трудностях. Если ты без веры, ты не способен противостоять никаким трудностям. Посмотрите, что говорит Слово. Первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стих говорит нам так. Трезвитесь, бодруствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Мы видим, что Слово говорит, что страдания случаются с нами по причине того, что дьявол ищет, как нас поглотить. Он строит козни, и когда находит, как нас поглотить, он начинает действовать. И единственное оружие, которое может нам помочь в противостоянии дьяволу, это наша вера. Твердая вера. А дальше Павел говорит такое, Тимофеев, трудные времена, тебе необходимо взгревать в себе дар. Он говорит, есть дар в тебе, и тебе надо взгревать его, потому что, друзья, я вижу, как если огонь Божий в сердце человека угасает, то маленькое препятствие в его жизни становится огромной стеной для него. Раньше, когда смотришь, человек горел для Бога, когда в его сердце горел огонь Божий, ему препятствия только азарта придавали. Он разрушал все на своем пути, стремился к тому, куда влек его Господь. Его ничто не могло остановить, потому что огонь Божий горел в его сердце. Но потом, когда этот огонь загас, самое маленькое препятствие начинало вызывать у такого человека нытье, ропот и все остальное. И поэтому, друзья, если ты видишь, что в сердце твоем осталась хотя бы искра, подкинь туда дров, раздуй огонь, пусть огонь Божий горит в твоем сердце и никогда не угасает. И лучше всего это сделать, сгревать свой дар, когда ты служишь в церкви людям, друзья. В церкви сердце не угасает, потому что в церкви всегда есть люди, которые взгреют тебя, и в хорошем, и в плохом смысле. Взгреют тебя. Однажды к одному пастору пришел прихожанин, и он задал ему вопрос, пастор сидел около камина, смотрел на огонь, он задал ему вопрос, пастор, а зачем мне ходить в церкви? В церковь зачем ходить? Ведь сегодня онлайн есть, я сегодня могу посмотреть все по онлайн. И пастор молча взял клещик камина, вытащил одну головешку и положил около камина. И знаете, прихожанин смотрел на эту головешку, увидит, она стала огонь угасать, стала потихоньку прекращаться. Головешка сначала была красной, потом и красный цвет перестал быть на ней, и в итоге она начала дымить и коптить. И он смотрел на нее, она уже коптила и остывала. И пастор берет клещик, эту головешку, и опять бросает ее в огонь. И знаете, она вспыхнула и начала гореть. Понимаете, когда мы в церкви, мы всегда находимся в огненном состоянии, потому что здесь то место, когда мы друг с другом поддерживаем друг друга, горим вместе, как костер. Бог зажигает нас, Бог раздувает нас, Бог поддерживает нас здесь. А когда ты отделяешь себя от единства веры, ты терпишь кораблекрушение в этой вере. Может быть, тебе и кажется то, что ты самый умный. Умный – это не значит верующий. Может быть, ты всю Библию знаешь наизусть, но если ты никому не служишь, ты уже навряд ли спасенный человек. Друзья, сегодня говорят, нельзя потерять спасение. Читайте Библию, можно. Можно. Можно потерпеть кораблекрушение в вере. И первое, что человек делает, или дьявол делает, он его отделяет от единства веры. Отделяет. Ты становишься противником церкви. Церковь не такая, пасторы не такие, служители не такие, все остальное не такое. И ты в одного сидишь. А когда ты один, один дьявол тебя задурачит, он тебя обманет. Он тебя обманет. Он тебя задурачит. И он загасит тот огонь, который есть в твоем сердце. Поэтому будьте всегда в церкви. И дальше Павел говорит, что Бог дал нам нечто, что поддержит нас в трудную минуту. И нам необходимо научиться пользоваться этими благами, которые Бог дает нам. Послушайте, первое, что испытывает человек, когда попадает в трудную ситуацию, это страх. Страх, который приносит раздрайв, который не дает нормально мыслить, который заставляет нас делать глупости. И надо противостать этому страху, тем, о чем говорит Господь, то, что дал нам Господь. И первое, что Он нам дал, Он дал нам Духа Истины. Духа Силы, извините. Духа Силы. Бог дал тебе Духа Силы. И когда ты проходишь трудности, ты должен знать, что у тебя есть сила преодолеть эти трудности. Может быть, ты не находишь эту силу в своем разумении, но внутри тебя есть сила, которая может дать тебе способность преодолеть трудности. Ибо Слово Божье говорит, тот, кто в нас, тот, кто в нас, тот больше того, кто в мире. Внутрь тебя помещена огромная сила. Сила Павел в послании Ефесянам говорит, если бы только мы были разумны, если бы мы только знали, какую силу Бог поместил внутрь нас. Ту силу, которую Он воскресил, Иисуса Христа из мертвых, покорил Ему все, посадив Его на небесах. Друзья, вот какая сила внутри тебя. Сила, которой подчинено все в этом мире. Бог поместил ее внутрь тебя. И когда ты проходишь трудности, ты имеешь эту силу, ты способен преодолеть эти трудности во имя Иисуса. Аллилуйя! Да, поаплодируйте, что вы. И здесь важно согласиться, что мы немощны. Вы знаете, такое противоречие. Вот когда ты своей силой пытаешься преодолеть трудности, бывают проблемы. Надо вот согласиться, что ты немощный, что Бог внутри тебя, который внутри тебя, Он способен. И Павел говорит это во втором послании к Оримфинам, в 12 главе, в 10 стихе. Когда я немощен. Скажи, когда я немощен. И вторая фраза, тогда Бог силен. Тогда силен Бог. Тогда Бог силен. В книге «Судей» в 6 главе рассказывается история о Гидеоне. Это юноша, он сидел в Тачиле и выбивал пшеницу. Времена были оккупации Израиля. Огромная армия, она оккупировала Израиль и отбирала у него все. Все, что выращивал Израиль на полях, в своих стадах, все было отобрано. И вот Гидеон, он где-то нашел немного пшеницы и залез в Тачила и выбивал пшеницу. Послушайте, Тачила – это не место, где выбивают пшеницу. Тачила – это место, где давят вино. Вино всегда было благословением для Израиля. Всегда во все времена Бог говорил, Тачила твоя, если ты будешь благословен, будут переливаться новым вином. А в этих Тачилах уже давно не было вина. Ситуация была крайне сложная. И вот в этих Тачилах, где должно было быть благословение, как раз и прятался Гидеон, выбивая пшеницу. Знаете, иногда дьявол так делает, что он нас загоняет во времена прошлого благословения. Вот мы сидим в Тачилах, где раньше было благословение, и выбиваем пшеничку, вспоминая о том, что были хорошие времена. Были вот эти хорошие времена, но сегодня их нет. И мы прячемся в этих Тачилах, в этих временах прошлого благословения. Ну где бы, куда бы тебя дьявол не загнал, меня радует, знаете, что Бог тебя все равно найдет. Бог тебя все равно найдет, потому что ты дорог для Него. И Бог приходит именно туда, вот в этот Тачилах, где спрятался Гидеон. И он называет Гидеоном мужем сильным. Послушай, Бог, ты не про меня. Я меньший в своем колене. Знаете, когда Бог приходит, Он слабо называет, ты муж сильный. Нас это шокирует порой. Я муж сильный? Я сижу в этом Тачиле. Я вот эту пшеничку выбиваю. Я сейчас эту пшеничку, может быть, съем и умру. А ты говоришь, что я муж сильный? Да какой я сильный? Нет во мне никакой силы. Бог, ты что-то перепутал, ты не ко мне пришел. Вон к Саше сходи. Он сильный, у него бизнес есть. А я какой сильный? Я так, пшеничку выбиваю. Ну, Бог ничего не путает, друзья. Он пришел именно к тому, кто на этот момент чувствовал себя самым слабым. Знаете, в Израиле были те, которые чувствовали, может быть, сильными себя воинами. Но ничего не делали. А этот слабый, в Тачиле, ниже уровня моря сидит, ниже плинтеса опущенный. Никому не нужный. И самое интересное, в одного выбивает пшеничку. Даже родственников нет. Наверное, хотел выбить втихаря. И втихаря скушать. Такая сложная ситуация. И дальше Бог продолжает и говорит следующее. Послушайте, судя, 6 глава, 13-14 стих. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это. И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и придал нас в руки Мадеонитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиль от руки, Мадеонитян, я посылаю тебя. Аминь. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Дорогие телезрители канала Вера 24 и те, кто смотрит нас в соцсетях, мы поздравляем вас с Рождеством Христовым и мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. И молимся о том, чтобы Бог благословил вас в будущем году еще больше, чтобы все желания вашего сердца, которые сопряжены с Его волей, были исполнены. Пусть Господь всегда будет к вам благ и пусть Он насыщает вашу жизнь благами. Давайте поаплодируем нашим телезрителям. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова